Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Завтра Рождество, поэтому сегодня последний шанс для нас дождаться еще более выраженной динамики, которая в идеале бы должна соотноситься с фундаментальным фоном. На данный момент, друзья, мы видим, как финансовые активы продолжают входить в коридоре, который мы наблюдаем с конца ноября. Если взять европейскую валюту, это коридор 1.1250-1.1350. Для британской валюты то же самое, только с значения 1.3250-1.3350. Посмотрите на индекс доллара, то же самое. Рынок нуждается в катализаторах. И вчера я отметил, что, скорее всего, на низколиквидной торговой сессии на тонком рынке, сегодняшний день перед Рождеством точно можно назвать таким, может стать как раз тем самым периодом более высокой волатильности, потому что сегодня даже какой-то незначительный отчет может спровоцировать мощные движения. При этом сегодня точно статистики будет хоть отбавляй. И честно говоря, те релизы, которые нас ждут, их смело можно называть даже значимыми для определения общего состояния американской экономики. Сегодня в 16.30 по московскому времени выйдут данные по заказам товара длительного пользования, по личным доходам, личным расходам, первичным заявкам на пособие по безработице в одно и то же время. И ранее я также комментировал, что вот этого блока данных будет достаточно, чтобы понять, в каком состоянии американская экономика закрывает этот год. По поводу того, что происходит с долларом. Индекс американской валюты топчется в районе 96 пунктов. Накануне вышел хороший отчет по темпам экономического роста. Я думал, что оценка окончательно будет в принципе точно такой же, как мы видели ранее, анализировали ранее месяц назад в районе 2,1%. На самом деле цифра оказалась лучше 2,3%. То есть общий рост американской экономики в третьем квартале превзошел ожидания экспертов. Хорошее начало, если анализировать и интерпретировать данные по ОВП как прелюдия к блоку статистики, которую мы получим сегодня. Да, американская экономика тоже столкнулась сейчас с омикроном. Количество заболевших растет, однако по комментариям президента США Байдена пока нет оснований для ввода локдауна федерального масштаба. Но все может быть, потому что число заболевших стремительно, практически в геометрической прогрессии увеличивается и в американских штатах. Тему ковида мы сейчас коснемся, но здесь важно понимать, что, скажем, отсутствие каких-либо прецедентов по страшным цифрам сейчас в американских штатах, это не причина для нас с вами говорить о том, что влияние ковида, влияние омикрона на самом деле не такое значительное на мировую экономику в целом. Эффект прослеживается, этот эффект усиливается с каждым днем. Пока что американская экономика держится, скажем, не то чтобы особняком, но не попадает в список тех регионов, где ситуация прям катастрофическая. И для инвесторов, опять же, если вы посмотрите на американский фондовый рынок, это какая-то отдушина перед праздниками, которая позволяет сейчас еще попытать удачу в длинных позициях. Но тут же я призываю вас, друзья, если вы без сделок по американскому фондовому рынку, ни в коем случае не открывайте их сейчас, потому что новостной фонд за вот эти праздничные дни может ухудшиться в разы. И фондовый рынок может столкнуться с серьезными распродажами. И если, к примеру, мы после Рождества, перед Новым годом, к примеру, получим новости о том, что власти отдельных штатов все-таки решили занять более проактивную позицию и на фоне роста числа заболевших ввели локальные карантинные ограничения. Это станет первым спусковым механизмом цепной реакции аналогичных действий и в других штатах. Я думаю то, что американская экономика, она также окажется во власти негативных последствий омикрона уже в первых числах января нового года. Тем более, что Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила о том, что пик роста числа заболевших придется на практически конец февраля. До этих пор тенденция будет по нарастающей. Сегодня макроэкономические отчеты как должны повлиять на настроение трейдеров, на финансовые активы. Но для доллара, конечно же, хорошая статистика это еще один повод для того, чтобы этот актив упрощил свои позиции. Плюс ко всему, статистику, которую я анализировал для вас в последнее время, мы также использовали как базу для решения Федрезерва по корректировке монетарной политики. Мы знаем то, что ФРС в принципе начал уже двигаться по тропе более жесткого монетарного режима. Я не вижу каких-либо причин сейчас отказываться от длинных позиций по доллару. Если вы ищете актив, стоит ли купить доллар, вас сейчас интересует этот вопрос индекс американской валюты, то я бы сказал, что да, потому что у индекса доллара с учетом текущего фундаментального фона очень хорошее будущее. По рисковым активам я надеюсь, что все-таки сегодня здравомыслие возобладает и та же самая европейская валюта и фонд будут более уважительно относиться к фундаментальному фону, который крайне негативен. В Италии, друзья, которую регион, мы допускали, что после Германии, Франции будет следующим, в принципе оказались правы, в Италии также введен карантин перед праздниками. И судя по всему еще несколько дней и вот эта истерия, связанная с распространением микрона, заклеснет вообще всю экономику валютного блока. Я считаю, что каждый день, каждая новость, в зависимости от того, как ее подать, может спровоцировать мощный импульс для рисковых инструментов, потому что это логично, это правильно и это обоснованно не связываться с рисковыми активами, когда очень много вопросов за перспективу мирового экономического роста и за активное распространение микрона. По фунту ситуация такая же, друзья. Я обращаю ваше внимание, что помимо тех невероятных рисков, реализовавшихся, связанных с омикроном, количество заболевших в Англии продолжает расти. Вчерашний отчет по ОВП не дотянул ни до прогноза, ни до прошлой оценки, то есть, в принципе, больше разочаровал. В целом, если мы немного вернемся назад до очередной вспышки нового штамма коронавируса в Англии и вспомним, что последние локдауны в Англии были завершены, сняты их ограничения примерно 4-5 месяцев назад. И с тех пор, если вот за последние 4-5 месяцев посмотреть на статистику по росту экономического роста, то цифры в Англии, на самом деле, показатели ОВП, они худшие среди всех стран большой семерки. То есть, если сравнивая их с значениями, которые мы видели до пандемии 2019 года, сейчас ОВП Англии отстает примерно на 1,5% от тех уровней, которые были. Например, в Германии это отставание 1% во Франции всего лишь на целых 0,1%. А сейчас, еще с учетом экономических ограничений, с учетом потенциального локдауна, который будет и установлен, я думаю, практически с вероятностью 100% в ближайшие дни, экономика Англии может вовсе уйти на отрицательную территорию по темпам роста. Можно использовать такое выражение. И вот это вот расхождение будет еще более катастрофическим. На этом фоне рост фунта, мне кажется, крайне проймечевым решением. Куда больше потенциала здесь, конечно же, за снижение. Рынок нефти 75-45. Да, можно было бы сейчас сказать, что газовый кризис из-за политических разногласий России и Европы это мощный фактор поддержки для, в том числе, цен на нефть. Есть еще данные по запасам, которые снижаются. Это фактор поддержки. Есть отчет ОПЕК, из которого следует, что страны ближневосточного картеля, аналитического пакта, участники, они сокращают добычу или выполняют условия сделки по сокращению добычи не в полном объеме. То есть, на самом деле, рост производства, который ранее был согласован на 400 тысяч баррелей, реального показателя по такому увеличению добычи мы не видим. И это, вроде бы, как тоже позитивный фактор, потому что нет дополнительного перенасыщения глобального рынка предложением. Но, мне кажется, весь этот фон, он меркнет в условиях распространения сейчас омикрон и новых локдаунов. За последние сутки новые ограничения были введены, друзья, повторяю, в Италии, которую мы только что отметили, в Сингапуре, в Южной Корее и в Шотландии. И это, опять же, только лишь начало. Серьезная угроза для спроса, которая может быть реализована в ближайшее время, поэтому и здесь короткие позиции остаются в приоритете. В качестве дополнительной сделки, в которой я предлагаю вам поучаствовать и рискнуть, это золото, которое сейчас котируется на отметке 1806 долларов за тройскую унцию. И, судя по тому, что золото сейчас растет, видимо, все-таки риски, связанные с ковидом, начинают преобладать среди инвесторов в принятии их решения по торговле. Но сегодня, помимо потенциального роста золота как защитного актива, я обращаю ваше внимание на индекс рыночных настроений Кайман, который сейчас указывает на то, что большинство трейдеров залезли в продажу, поэтому, скорее всего, может быть поход актива вверх. Цели, друзья, на ближайшие дни 1825-1830. Давайте смотреть хорошие вам торговые сессии, хорошего закрытия текущего дня. Ну и еще раз обсудим новостной фон завтра. Всем пока!